Православный взгляд И страсть. Ну, не секрет, что и сейчас, и раньше, и в наше советское с вами детство у многих людей существовало хобби. А мы можем с вами сегодня попытаться провести вот такую незримую границу, когда хобби превращается в страсть? Действительно, очень многие люди заняты или творческим хобби, как мы можем сказать. То есть они производят какие-то предметы, ремесла, поделки. Есть люди, которые занимаются коллекционированием различных вещей, предметов. Если мы говорим о том водоразделе, о дифференциации, где хобби, а где уже страсть, то я бы сказал, наверное, что важным является целеполагание, ради чего это человек делает. Вот что им движет и какой эффект он желает получить от того занятия, которым он заинтересовал, которым он увлечен. Если это некое собирательство, например, часто вот когда говорят о хобби, говорят о коллекционировании, о разного рода коллекциях, которые создают. Ведь это тоже может быть совершенно разного рода явление. Или человек собирает что-либо для того, чтобы исследовать. И вот очень хорошо, если хобби будет сопряжено не только с пополнением штучным вот своей коллекции, но если будет еще идти исследовательская работа, тут можно привести очень много примеров, начиная с собирания участков Святой Земли нашим русским подвижником Архимандритом Антонином Капустином, который, приехав на Святую Землю в Израиль, очень многое сделал для того, чтобы возникла так называемая русская Палестина, о которой мы сейчас много тоже говорим. И вожделенным для каждого из нас, для каждого православного является возможность побывать на святых местах, на Святой Земле. Вот Архимандрит Антонин Капустин приехал и не что иное стал делать, как собирать. Только не марки, не значки, не монеты, а стал собирать те участки, которые имеют евангельскую ценность. То есть те участки, которые описываются, которые указаны, где происходили евангельские события. И вот очень много святых земель Архимандрит Антонин Капустин собрал для того, чтобы теперь мы, потомки, могли радоваться, в том числе и русской речи, ощущать себя дома, поскольку у нас наши соотечественники, несущие на Святой Земле послушание, принимают как паломников, радушие нам оказывают, прием. Вот ради этого, вот это целеполагание положив, Архимандрит Антонин, если мы можем сказать, что это хобби, если мы можем сказать, что это коллекция, собирательство, вот он такое доброе семя заложил в это. То же самое касается и другого рода коллекционирования, собирательства. Можно это делать ради великого тщеславия, например, что у тебя в твоей коллекции есть какие-то уникальные картины. Это может быть родом инвестиций, когда человека скупают предметы искусства и коллекционируют предметы искусства, потому что они просто дорожают в цене со временем. И мы, следовательно, вот под такого рода занятия подводится то, что человек просто элементарно, ну, спасает свои деньги, старается приумножить их, становится разбогатеть и так далее. А бывает и другой вид собирательства. Может быть, еще одним примером служит коллекция музея Томской духовной семинарии, которая есть в нашем городе, при нашей духовной школе прославленной, которой уже больше 160 лет. И эта коллекция уникальна. В частности, те, кто попадают под своды музея, они могут видеть коллекцию монет времен Христа, причем уникальных монет, монет эпох, там, исторических каких-то периодов, которые вот непосредственно касаются жизни Господа, земной жизни Спасителя. И, конечно, все это возвращает нас, как библейская археология, возвращает нас в Евангелие, возвращает нас в повествование. Если мы будем исследовать, если мы будем с вами проводить разную исследовательскую работу, то вот это собирательство, эта коллекция, она, ну, будет тем материалом, будет тем основанием, будет теми предметами, которые рассматривать, ты только духовно обогащаешься и пополняешь свой интеллектуальный багаж. Если же есть желание лишь только вот обладать, такое тоже бывает, вы знаете, что... Ну, давайте вот я вам конкретный пример приведу. Вот не знаю, как у вас, а у нас в школе, и чуть ли не руководством школы, и, по-моему, наверное, всей советской системы поощрялось собирать марки. Я тоже собирал марки. И вот что это, хорошо или плохо. Хорошо это или нет, когда я их собирал, мне казалось, что это очень хорошо. Вот. Но я вот сейчас, когда говорю эти слова, я вспоминаю, что мне хотелось бы больше обладать некоторыми наборами марок, уникальными наборами, негашенными марками, например, то есть марок без печати или какие-то, может быть, такие редкие, что ли, выпуски марок. То есть в этом был какой-то элемент тщеславия, как я сейчас понимаю, такого мальчишеского тщеславия, который бы вот подгонял, и это способствовало тому, что ведь марки нужно было приобретать. Ну да. И порой ты вот тратил все свои деньги, которые у тебя только были, деньги скопленные или деньги, которые тебе подарили на день рождения, приобретая вот эти наборы. Когда прошло это увлечение у меня, да, я вот порой пересматривал эти альбомы и вот как раз понимал, что достаточно много времени я потерял. Это было, ну, в общем-то, вот в моем случае это было достаточно много сделано напрасно. То есть я вот не вел той исследовательской работы. Плюс к этому вот здесь, конечно, существует еще и момент такого стяжательства, что ли, да, что ты вот обладая, вот получаешь какое-то огромнейшее удовольствие от того, что теперь ты являешься хозяином, являешься обладателем того или иного реального или мнимого богатства, как это с марками бывает, да. Поскольку это не так называемая черная пенни, та самая первая марка на Земле, которая вот была и которая стоит огромных денег, и которую каждый коллекционер хотел бы заполучить, вот ты понимаешь, что время ушло зря. Хотя, может быть, это мой недостаток, это я нерационально вот как бы обосновал свое хобби, а если бы вот я занимался исследовательской работой, если бы я изучал те сюжеты, которые на марках были изображены, если бы я уходил в исторические справки какие-то, это, конечно, принесло бы гораздо больше пользы, чем вот получилось у меня. А собирательство, коллекционирование – это всегда многостяжательство, или в этом можно какую-то пользу найти? Могу открыть секрет нашим телезрителям. Я в свое время, вот в годы туманной юности, собирал и какие-то там этикетки от бутылок, и какие-то пачки сигарет, которых тогда не было. Я не знаю, зачем это дело, просто было красиво. Но сейчас я понимаю, что, наверное, конечно, это была глупость. Ну, вот если в стяжании в этом, если в этом собирательстве, да, вложено такое зерно просвещения, я думаю, это имеет основание быть. Есть вещи, которые, может быть, и не стоит собирать. Даже. Почему? Потому что мы, во-первых, поддерживаем некую индустрию определенную. Вот. А если вот есть элемент просвещения, и потом надо бы еще подумать, на мой взгляд, как эта коллекция будет жить дальше, уже вне тебя, как коллекционера. Вот вспоминаешь нашего замечательного мецената Третьякова? Да, да, да. Организовал он Третьяковскую галерею. Вот был у него художественный вкус. Вот тратил он огромные средства на то, все свои средства практически на то, чтобы приобретать вот эти примеры, да, шедевры искусства. Маркет только чуть побольше и подороже. Да, да. Теперь Третьякова уже нет, а мы поминаем, и галерея носит его имя, и мы его поминаем добрым словом, и вспоминаем его как мецената, потому что он для страны, для всех людей, для нас, для наших детей создал вот такой музей, куда можно всегда прийти, и где ты видишь самые высокие примеры изобразительного искусства. Вот, наверное, еще вот эту мысль стоит вкладывать. Хорошо, я сейчас вот занимаюсь этим собирательством, да, а как может моя коллекция существовать дальше без меня? Я думаю, если у коллекции есть ценность, то, конечно, такое существование, оно предопределено, оно будет. Если это, вот как вы сказали, глупость юношеская, да, то, конечно, наступит момент, когда вся эта коллекция окажется где-то на свалке, и, в общем-то, никому не... Не знаю, где они теперь-то. Хорошо, отец Андрей, ну вот мы говорим сейчас с вами о каких-то вещественных, да, проявлениях хобби, а если мы говорим вот о таком хобби, как вокал, да все что угодно, спорт, как к этому относиться? Чтобы заниматься такими видами хобби, необходимо иметь определенную одаренность, определенные таланты. И таланты, они, конечно, могут привести как человека к такому самомнению, к гордости, если человек будет беспечно к этому относиться, считать себя самодостаточным носителем этого таланта. А талант даже может быть отнят. Вот сказали про вокальный дар, но мы знаем немало певцов, которые... и певиц, которые могли петь и перестали уметь это делать, мочь это делать, может быть, в силу разного рода болезни и так далее. Вот этот талант был по той или иной причине у них отнят. Не скажу, что у всех абсолютно за гордыню, потому что только Господь знает, почему так произошло. Но, тем не менее, такие варианты тоже возможны. И поэтому, когда человек реализует свои таланты и занимается такого рода хобби, то, конечно, он должен тоже понимать, что оно должно быть приложимо в таком, в нравственно приемлемом, в нравственно положительном русле. Потому что если мы говорим про пение, ведь и песни можно петь разные, и содержание этих песен будет разное, и звать эти песни, вдохновлять эти песни будут на разное. Можно свой вокальный талант употреблять только на то, чтобы, например, зарабатывать деньги. А можно свой вокальный талант в том числе и Богу посвящать. И мы знаем, что многие певцы и певицы, которых мы видим с вами на экранах телевизоров, и знаем их как исполнители вокальных, они очень часто являются людьми, которые и несут церковное послушание. На клиросах, когда исполняются ими песнопения церковные, когда они свой талант, которым Господь дает, жертвуют в том числе и на то, чтобы участвовать в богослужении. Вот я уйду от того, чтобы говорить какие-то конкретные имена и фамилии. Давайте я скажу. Федор Шаляпин. Федор Шаляпин, например. Действительно потрясающая звезда того времени, просто всемирная. А еще и в храме пел. Причем я знал одного дедушка, который в Томске был с ним знаком. Он когда запевал, свечи гасли. Да, он был, конечно, безусловно, талантом. И вот он находил возможность не только блистать на театральных подмостках, но вот его можно было слышать и видеть в храме, жертвующим свой талант от Бога данный. То есть возвращающим свой талант тому, от кого талант этот был дан. Одна из современных певиц, мне приходилось беседовать, она говорила, что на клиросе я отдыхаю. Сцена для меня работа. А на клиросе я действительно прихожу в порядок. Это для меня, может быть, даже более важное дело, нежели мое профессиональное присутствие на сцене. И то, что меня кормит, и то, что делает меня известной, в общем-то, не мешает мне быть простой певчей в храме и славить Бога тем голосом, тем талантом, который Господь мне дал. Вот поэтому, когда мы с вами возвращаемся опять к теме хобби, мы видим, что для одного человека хобби может быть самоутверждающим, даже эгоистичным, когда человек забывает все. Забывает семью, забывает детей, забывает свои обязанности. И вот ради того, что он любит, что ему нравится, готов только вот служить именно себе с любимым. Это на страсть уже. Вот вы спросили, где вот разница между хобби и между страстью? Конечно. Как только начинается урон, урон прежде всего себе самому, потому что через вот это самомнение, через эту гордость, через эту самость человек сам получает, как бы, такие духовные пробоины, которые делают его духовно больным человеком. Ну и страдают все ближние, потому что ради приобретения какой-то вещи в свою коллекцию, ради реализации того хобби, который человек любит, он порой готов презреть интересы всех своих ближних и родных, и тогда, конечно, безусловно. Это такой тревожный сигнал, который говорит о том, что с хобби надо завершать. Потому что иначе дальше вот это страстное состояние, оно будет человека потихоньку и потихоньку, а может быть, и даже и быстрыми темпами поглощать. Человек как в пучину, как в болото будет погружаться, и будут находиться новые и новые такие требования, новые и новые, может быть, мотивы, которые этого человека будут подогревать только в его страстных начинаниях. И тогда хобби будет вредоносным. Не так давно, 5 февраля, мы вспоминали новомучеников, исповедников российских, и в том числе чтили память отца Иоанна Крестьянкина. В связи с тем, что вы сказали, мне вспоминается случай, описанный владыкой Тихотом Шевкуновым, что когда он спросил у батюшки, а имеет ли смысл заниматься кино, и отец Иоанн ему ответил, что кино – это просто язык. И этим языком можно сказать «Господи, благослови», а можно сказать «Распни его, распни». Я думаю, что вот эти слова, наверное, можно применить и к хобби, которого человеку дается. Согласны со мной? Да, хобби не должно ни в коем случае быть целью жизни. Это только средство. А вот куда будет употреблено это средство, какой вектор человек проложит, увлекаясь тем или иным хобби, вот это вопрос уже к самому человеку. Безусловно, и тут надо остаться духовно здравым, чтобы, в общем-то, хобби – это то, что прилагается, хобби – это то, что не является доминирующим, а чтобы не было вот этого болезненного доминирования в жизни такого человека. Но при этом, я думаю, что есть еще некая опасность, чтобы человек не зарыл свой талант в землю. Ведь, мне кажется, любой талант все равно от Бога. И для Бога его нужно и употреблять. Это безусловно. Более того, Господь обязательно спросит человека, облеченного тем или иным дарованиям, талантами. Действительно, как эти таланты были использованы человеком и использовал ли он их во благо. Потому что зарытый талант Господь, Господь, во-первых, заберет себе, во-вторых, конечно же, вот с того, кто им какое-то время обладал и был лишен, будет спрошен, строго спрошен Господом, как этот талант послужил во благо ему самому и ближних. Давайте перейдем ко второй части нашей программы. Память святителя Феодосия. Черниговского чтится она 18 февраля. Мне кажется, это как раз тот святой, на примере которого можно сказать, что вот этот человек точно свой талант в земле не зажил. Феодосию Черниговскому мы обязаны многим. Я говорю о нас, о сибиряках. Это может показаться странным, потому что тот, кто знакомится с житием этого святого угодника Божия, тот знает, что очень большая часть жизни святителя Феодосия Черниговского прошла в совсем других широтах. Он был воспитанником Киева-Мегирианской академии, он был просвещеннейшим человеком своего времени, он был воспитателем и пастырем для многих и многих своих духовных чад. Мы можем вспомнить о том, что с его именем связаны и имена Дмитрия Ростовского, имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского, Максимовича. Вот это все тот фон, та жизненная дорога, тот путь, который освоил святитель Феодосий Черниговский. Но как это радует особо нас, сибиряков? Каким образом мы связываем имя этого святого угодника Божия, этого святителя, с нашими сибирскими широтами, в частности, с городом Томском? Может быть, не все знают, я скажу, что наша земля Томская располагает великой святыней. Дело в том, что когда в Томске учреждалась православная епархия, то как благословение архиерею, вступающему на кафедру Томскую, была дана особая святыня, был дан посох святителя Феодосия Черниговского. Какое-то время считалось, что после революции этот посох был утерян, то есть его следы теряются, но вот чудесным образом, случайно, можно сказать, хотя у Бога не бывает случайностей, он был обнаружен в запасниках Томского областного краеведческого музея. И в дни пребывания в нашем городе святейшего патриарха Московского Всеруси, Алексея II, ныне почившего, в 2002 году это было, эта святыня, реликвия музейная для людей светских и святыня для всех людей православных, была передана Томской епархии, и отныне святитель пребывает, видимым образом, через вот обладание нами вот этой святыней, посоха Феодосия Черниговского, он находится в собрании музея Томской духовной семинарии. Поэтому все те, кто этот музей посетят, помимо других уникальных экспонатов, которые собраны в этом музее, они смогут своими глазами увидеть тот посох, которым благословлялся первый томский архиерей, который, как великая святыня, хранится и сейчас, как видимый знак Божьего благословения, Божьей благодати и архипастерской власти, власти духовной, власти любви, власти отеческого попечения, которая простирается на каждого из нас, поскольку мы с вами являемся чадами Томской епархии и Русской Православной Церкви. Святитель Феодосий Черниговский, безусловно, для нас является образцом такого образованного монашества. Вот очень часто люди думают, что если человек чувствует в душе свою веру, то, следовательно, знаний ему, в общем-то, совершенно не нужны. Вот святитель Феодосий опровергает этот стереотип расхожий, и он действительно очень много сил приложит для того, чтобы, как я уже сказал, стать одним из самых просвещенных людей своего времени. Далее святитель Феодосий, безусловно, указывает нам на подвиг наставничества, потому что он воспитал целую плеяду достойных пастырей и архипастырей церкви, его любила паства, он заботился о ней. Ну и вы, наверное, знаете, что в нашем городе даже был храм, и сейчас существует храм, посвященный святителю Феодосию Черниговскому. До революционного времени он существовал на территории Иоанна Притеченского женского монастыря, ныне не существующего, но храм воссоздан, и сейчас в студенческом городке можно, если человек и желает, почтить память этого святого угодника Божия, помолиться ему и спросить его молитв для помощи себе и близким. Он может прийти под своды этого святого храма, может в этом храме приобщиться к 3D-экскурсии по монастырю Иоанну Притеченскому. Недавно трудами братья этого храма вот такая большая работа была осуществлена, и вот мы, не имея этого монастыря наяву, можем виртуальным образом путешествовать, мы можем оказаться на территории этого монастыря, увидеть, как он был красив, и действительно что-то была жемчужина нашей Томской земли. И там чтится имя святителя Феодосия Черниговского, там ему возносятся молитвы, поэтому каждый, кто желает, кто чтит этого угодника Божия, может также под своды этого храма входить для того, чтобы спросить его молитвы, его помощи, его заступления, его архипастерского благословения. У нас сегодня достаточно много блиц вопросов, поэтому предлагаю прямо сейчас уже перейти к ним. «Если по святцам твой покровитель один святой, но на самом деле называли в честь другого, кто на самом деле является небесным покровителем?» Если тебя называли в честь какого-то святого, если действительно было такое упование у родителей, если это была такая идея, то твоим святым является тот, в честь которого тебя назвали. Потому что идея святого по святцам, она действует только в двух случаях. Либо когда ребенок родился, и посмотрев, в какой день он родился, ему дали имя того святого, в день которого он родился. Либо когда его вообще не нарекали в честь какого-то святого, как это было у нас, долгий период советского времени. Да, и вот тогда возникал вопрос, а если человек носит имя, и есть ли еще святых несколько с таким именем, то какой из них будет его небесным покровителем? Поэтому по традиции чтился тот святой, память которого выпадает первым после дня рождения этого человека. Но если тебя называли конкретно в честь какого-то святого, то он и является твоим небесным покровителем. В Томске на кладбище в Воронине открыли крематорий. Как церковь относится к кремированию? Мы в Священном Писании читаем о том, что Господь называет человека перстью земной. Вот из персти земной был сотворен человек. И Адаму, согрешившему, потерявшему рай, было сказано, что земля от Иси в землю и от Идиши. Поэтому, конечно, преимущественным способом захоронения для православных христиан является захоронение в землю. То есть традиционное захоронение, как это бывает. Другой вопрос, то что мы с вами живем в эпоху, когда это становится все более и более трудным мероприятием. Начиная с того, что не хватает земли вокруг городов, и кладбища разрастаются сами, а похороны превращаются в очень емкое финансовое плане мероприятие. И вот относительно дешевый способ и быстрый способ утилизации тел, можно даже так сказать, это кремация или кремирование. Поэтому дело в том, что мы же говорим о теле человека. А, конечно же, когда мы говорим о вечности, то мы говорим о душе. Поэтому, конечно, кремирование душе не повредит, если само кремирование не является противным христианскому способу захоронения вариантом. Это вот когда в советское время люди говорили, что нас не надо хоронить, нас нужно обязательно придать огню, потому что мы не являемся верующими. Вот это противление выражалось даже в способе ухода из этого мира. Вот тогда, конечно, безусловно, вот поскольку какая-то идеология вкладывается сюда, то тут уже кремирование является богоборческим. Ну, а в нашей современной жизни, скажем так, это неизбежная вещь, потому что индустрия похоронная предлагает нам. Это люди часто не могут противостоять, потому что нет возможности хоронить, нет денег хоронить в землю. И вот особенно в больших городах, вот, собственно, это явление коснулось и Томска. Мы с вами встали теперь перед вот этой дилеммой, как быть, поэтому если такая возможность есть, надо постараться похоронить человека в могилу. Если такой возможности нет, не стоит думать, что кремирование принесет какой-то вред или это какой-то большой грех. Пример можно привести такой, что есть люди, которые погибли на пожарах, и есть люди, даже тела которых в больших пожарах не смогли найти и опознать. Это же не означает, что человек, вот каким-то образом, его загробная участь от этого зависит. Вот то же самое с кремированием. Если, повторю, нет вот этого идеологического наполнения, то, что я не хочу, чтобы меня хоронили по-христиански, следовательно, я какой-то еще другой, альтернативный способ похорон, то тогда, в общем-то, это такая достаточно нейтральная вещь, которая не влияет на состояние души человека, на его участь. Хотя, конечно, вот по-христиански хотелось бы быть похороненным, а не кремированным. Если в храме несколько пределов, значит ли это, что у него несколько покровителей? Сколько ангелов-хранителей у храма? Это означает то, что каждый предел, а предел – это церковь, да, это храм. То есть, когда мы видим многопредельный храм, по сути, мы говорим о комплексе храмов. То есть, каждый алтарь – это отдельно стоящий храм. Они бывают соединены под одной крышей, под одними куполами, и вот мы называем эти храмы многопредельными. Это означает то, что в этих храмах почитаются те святые угодники Божьи или священные события воспоминаются, в честь которых эти храмы посвящены. Поэтому ангел-хранитель у этого храма один, един. А святые чтятся. И вот мы сегодня говорили про храм Феодосия Черниговского, куда можно прийти, ему помолиться. Вот так же люди приходят под свод этого храма, где чтится святая память того или иного святого угодника Божия, в честь которого назван храм. И возносятся ему молитвы, во-первых, прославляющие его как человека святого, как настоящего христианина, и во-вторых, как того, кто может свою сильную, мощную молитву святого вознести самому Богу, который и подает человеку благо. Если крести куплены в ювелирном магазине, а мыть святой водой, можно ли его считать освященным? Нет, все-таки крести, который даже погружен самим человеком в святую воду, считать освященным нельзя, потому что освящение – это не только погружение в святую воду, это еще и молитва над этим крестом, а во многих храмах многие крестики даже вносят в алтарь и полагают их на престол, как символ посвященности Богу. И действительно это становится уже не просто ювелирным изделием, не просто подвеской, не просто какой-то капелькой металла, но это становится святыней, которую человек носит, напоминая себе о том, что он христианин, прося Бога помощи, защиты, ну и все люди тоже получают свидетельствовать того, что перед ними православный христианин. Поэтому все-таки, если человек хочет совершить освящение своего нательного креста, ему, во-первых, нужно самому прийти в храм, не только крестик, но и душу, сердце свое в храм принести перед алтарь, вот обязательно перед этим алтарем вознести свои молитвы, и совершить освящение нательного креста может только священный служитель, может только священник. Поэтому вот таким вот образом поступив, вот после этого можно считать, что крест освящен. Надо ли окроплять святой водой купленные вещи? Если человек желает благословения Божьей, то он может это сделать, если мы говорим о тех вещах, о которых он будет носить, о какой-то одежде. В общем-то, это благочестивый обычай, который некоторые соблюдают. Хотя, конечно, для Бога важны не текстиль, не нити, не шерсть, не хлопок, из чего эта одежда сделана. Для Бога важна душа. Поэтому, конечно, мы благословления просим прежде всего себе самим. То есть освящается машина, например, не потому, что машина освящена, а потому, что люди будут пользоваться этой машиной. Освящается жилище, в котором человек живет, не потому, что для Бога важны кирпичи, обои и ламинат, а потому, что вот здесь будут обитать живые души, и вот им просится благословение, например, в этих стенах или в этом агрегате, если они, в этой колеснице, как машина называется в молитве освящения, ездят, или если они носят вещи. Спасибо большое, отец Андрей. Нашим телезрителям остается напомнить, что любой из вас также может прислать вопрос нашу программу. Пишите православию70собакамейл.ру. Также ждем ваших предложений на тему в следующей нашей передаче. А у нас в гостях был протеерей Андрей Туров, руководитель отдела по взаимодействию церкви и общества Томской епархии. Отец Андрей, я благодарю вас за беседу. Всего доброго. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok